День добрый. Здравствуйте. Вася Алексеева? Да. Прикрой еще раз был вверх. Кошмар души на улице. Ну да, я кондиционер сейчас отключу. Ну, вроде без пакета были. Пахнет как будто рыбой. Рыбу ели, что ли? Нет, да я просто в ровном воде. Работаю. Вот эти по бокам. Они спят. Не говори так. Это не смешно. А, в рыбном магазине бродили? Да, да. Понятно. Запах прям такой. Короче, от него избавиться, я так понимаю, непросто, да? Да, вроде мусор начинает отолкнуть. Понятно. Не с первого раза. Угу. День добрый. На Калинина? Что у вас тут так пахнет? Что не слышим? Чем у вас тут так пахнет? Можно окно открыть? У меня кондиционер работает. А чем пахнет? Ну, пахнет. У меня такое ощущение, что вы с рыбалки. Я открыл окно. Можете приоткрыть чуть-чуть. Ну, просто до вас ехал человек, который, как выяснилось, работает в рыбном отделе. И, возможно, от него я тут уже принюхался. Возможно, как бы, ну... Я ему тоже задал вопрос. Я просто, ну, я понимаю вас прекрасно. Но, собственно говоря, что я могу сделать? Ну, вот, к сожалению, такой раз. Я не знаю, вы бы хотя бы пока до меня ехали до следующего, я бы открыли бы окна проветрить. Кондиционер, то он, ну, не всегда помогает. Ну, елочки какие-нибудь бы повесили. Ну, елочек у меня нет. Елочками я не пользуюсь. А начнут открыть, ну... Я кондиционером пытался это все делать. Как-то я думал, на самом деле, что уже выветрилось. Ну, это принюхались от других. Ну, что я могу сказать? Это эконом. Ну, и что? Так что ж, теперь надо людей как скотину перевозить что-то. Я, допустим, к своему молодому человеку еду. И что? Он должен селедку, что ли, обнимательный, любимую девушку. Вы представьте, поставьте себя на мое место. Неприятненько же, наверное. Фу. Вот. Я все понимаю прекрасно. А теперь представьте, да, вот, как не садится человек, от него пахнет рыбой. И от него реально пахло рыбой. Я ему задал вопрос. Он говорит, я работаю там где-то в каком-то рыбном. Ну, в свой пускай пешком, блядь, идет. А подставьте себя на его место. Вот от вас пахнет костром, условно говоря, там с какой-нибудь, какого-нибудь там пикника. Я переоденусь. Это не проблема. Нет. Вот видите, никто не хочет вставить людей, вставать на место места людей. Если бы я его не стал везти. Я когда-таки встала бы на место водителя, я бы переоделась. Чтобы и водитель не нюхал это дерьмо. И другие пассажиры. Это нафиг не надо. Остановить. Остановить? Ну, я не хочу, блин, с селедкой вонять. У меня такая проблема. Запах тухлой рыбы. Это нормально? В подобных ситуациях. И считает его нормой. Я здесь остановить не могу, я могу здесь остановиться. Не хотите? Давайте здесь. Я вызову другое. Купец. До свидания. Пизда, блядь. Заказ будет оплачен картой. Для учения качества обслуживания поставьте нам оценку приложение ядов такси. Не, ну, я понимаю, да. И что? Блядь, а вот попробуй таким, как она, не дать. Ну, не как она, а вообще, да. Жрать не даю, блядь, плохо. Бить не даю, плохо. Потом разливают, воняет. Другие возмущаются. Так вы там определитесь уже, люди, пассажиры. Вы, вот к вам пассажирам обращаюсь. Вы определитесь вообще. Вы хотите только, чтобы у вас, у вас были какие-то преференции, а все остальные, соответственно, кроме вас лично. А все остальные, у всех остальных не был запрет на все это. Ну, так как быть-то, блядь? Как дифференцировать-то вас, если не слишком сложное слово для вас? Я не понимаю. Как? Что делать? У меня вопрос. Вот вы мне скажите, пассажиры, таксисты, что делать, блядь? Проверят ли эти машины? Мойте машину, обеззараживайте машину. Блядь, за 100 рублей это все делать? Вы что, ебнулись совсем, что ли? У меня, блядь, слов нету. Простите за мат, но слов у меня нет. Продолжение следует...